всем привет добро пожаловать на канал талия 60 меня зовут наталья и это мой канал о вышивке и в этот раз видео выходит поздно ну я имею ввиду это видео с итогами января ну и конечно я захвачу часть февраля потому что я не знаю когда будет следующее видео дело в том что у нас произошло чпм и муж очень сильно повредил ногу он ее сломал была операция там короче за железками и все такое общем это длительный период реабилитации несколько месяцев все это зажирать вот вишенка на торте еще стало то что я заболела вот поэтому сейчас мне не очень как бы до видео вышивая тоже мало и надеюсь что вы меня конечно же поймете вот но немножечко хочу все-таки отвлечься сегодня и вам ну что-то хотя бы рассказать поделиться и давайте начнем 1 января как только я прошел новый год мне срочно нужно было что-то начать и поскольку я в нетерпении была я очень давно хотела этот сэмплер начать я недолго думая стартанула вот кажется я рассказывал в прошлом видео вот такой прекрасный сэмплер от ggr здесь у нас ключ идет в dmc но я заменила его на шелк полностью собственный сделала подбор вот и вышиваю его шелком сэмплеры этот очень очень большой я думала там ключ сэмплер огромный я вышиваю его на ткани от равномерка на траве и сейчас я вам покажу что у меня есть на сегодняшний день немножечко мятая у меня основа не немножечко даже множечко ну понятно что его гладить постоянно я не хочу я вот это место чуть-чуть прям прогладила кстати у меня новые ножнички такие вот милые весенние вы не представляете как я уже хочу весну просто вот просто в нетерпении как я сильно хочу весну на смотрю за окно там даже вообще и близко не пахнет весной вот ну да ладно не будем о грустном в общем это то что мне удалось повышивать получается за январь ну как бы да вот по сравнению с моей ладонью продвижение довольно хорошее как мне кажется этот сэмплер вышивается легко хоть он и очень большой он вышивается легко это 36 каунт шелком вышивать очень приятно мне здесь все 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 нравится у меня вообще нет никаких нареканий вот и смотрите получается я вышила да вот такой кусочек дальше я хочу вышить вот эту всю верхнюю часть то есть я вот так иду вправо вот и дальше уже хочу приступить к этим всем элементам ну потому что здесь немного скучновато да это все однообразное скучновато вышивать поэтому я хочу оставить позади вот эту немного такую скучную часть вот и приступить к этим всем интересным здесь много интересных деталей уже это обсуждал я вот давайте чуть-чуть поближе покажу мне безумно нравится вот это вот веточка да такой бордюр виде веточки то ли это бутонный роз может быть какие-то ягоды но этот красный цвет он здесь прям ну так красиво выглядит он такой яркий акцент придает потому что все цвета остальные они довольно таки спокойные вот видите вышивка она довольно размашистая поэтому идет быстро и легко и очень приятно вышивается но поскольку я не могу вышивать одну работу постоянные все равно что-то еще вышивала параллельно но если бы нет то думаю я бы уже всю эту полоску закончила да вот в принципе пока больше сказать нечего об этом сэмплере с удовольствием буду продолжать его вышивать дальше так следующая и первое что я закончила в январе эта работа небольшая вот такая вот ну она очень миленькая конечно это были такие новогодние каникулы это фрагмент сэмплера кирич хаус сэмплинг зимний сэмплер и я выбрала один вот такой вот квадратик чтобы вышивать его ну как бы в новогодние каникулы и я его закончила это 40 вот такой аккаунт вышивала в одну нитку здесь у меня была смесь ниток dmc вообще по по ключу идет нпи ну и соответственно я взяла dmc кое-что вот вот эту синюю нитку ручного окрашивания брала вот здесь тоже видите с небольшими переходами очень очень милая работа думаю возможно что я ее оформлю в подушечку ну конечно уже не в этом году а может быть и в рамку не знаю вот сейчас я на нее смотрю на такая совсем конечно простенькая вот но у меня было на тот момент такое настроение видимо и мне захотелось что такое вот вышить но все равно я довольна она симпатичная мне нравится как здесь крестики вот эти выглядят вообще так полюбила вышивку в одну нитку и вот и мне эта работа напоминает мое детство когда вечером берешь санки идешь на горку там катаешься там крики визги все веселятся не знаю кто-то лепит снеговика в общем классная атмосфера луна звезды все супер ну вот поэтому такая вот милота у меня получилось следующая работа которую я вышла полностью закончила в январе это сэмплер от hands across the sea samplers ellis park он называется у меня нет схемы такой живой вот мне эту схему подарила инесса с канала инесса хэнки инесса тебе тоже передаю большой привет еще раз спасибо и мне схему подарила инесса в pdf формате поэтому я соответственно распечатала и сэмплер я вышла и давайте я вам покажу что получилось очень красивый я в восторге от него вот правда очень-очень я довольна результатом хотя кое-что я здесь изменила и сейчас я вам покажу сейчас у меня здесь был уготовлен листочек так вот смотрите перед вами ключ в шелке и в dmc я вышивала в dmc и здесь вот идет 727 цвет по ключу такой светлый зеленый вот такой зеленый мне не понравилось как это выглядит эти цвета используются вот в листьях вот здесь вот кажется это они да сейчас я точно не вспомню в общем да вот здесь потемнее посветлее не самые светлые я их заменила потому что мне не понравилось как это выглядело показал что они вообще не сочетаются друг с другом вот здесь как я понимаю в целом да вот сэмплеры этот он имеет такой эффект ну как будто все это выцвело выгорело и вот благодаря вот этим листьям таким контрастным вот видите здесь вышиваются очень светлым внутри очень темным создается вот этот эффект того что это уже выгоревшая такая работа пожившая но тем не менее мне там что-то не понравилось и я вот видите на вот эти цвета заменила если вдруг вам это нужно будет вы можете сейчас скрин экраны сделать и также заменить эти цвета ну конечно можете вышивать как вам нравится я не настаиваю значит начнем с того что основа у меня здесь вот я сейчас представьте забылу то ли 36 то ли 40 каунта и я ее покрасила сама она немножечко вам передается более холодный чем она есть в жизни в жизни здесь такой больше более теплый такой кофейный цвет но даже чуть-чуть какао вообще этот цвет в разном освещении абсолютно по-разному выглядит поэтому его трудно передать в общем основу я покрасила сама и результатом я довольна потому что она максимально получилась близкой к той которая идет по ключу по крайней мере по фотографии я смотрела вот и здесь идет цвет вот смог только я забыла производителя поли серафим в общем короче не важно я покрасила основу и смотрите вот этот бордюр он такой видите немножко как бы однообразный он шьется довольно таки ну не то чтобы скучно знаете но немножко муторно потому что здесь вот такая мешанина небольшая присутствует но в целом ты как бы сидишь и вышиваешь и в конце концов вдруг видишь что вот уже у тебя много много вышито и что не свойственно мне я вышла сначала ну я вышла сначала вот эту тетеньку здесь мне не хватало по нескольких цветов я их докупала и потом я пошла вот так по бордюру и вышла весь бордюр сначала я обычно так никогда не делаю но здесь мне захотелось побыстрее с ним расправиться поэтому я вышла весь 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 бордюр а потом уже закончила серединку здесь вот идет надпись элис парк и не стала ее вышивать я вышла свои инициалы вот здесь н.ф. и год в котором я работу завершила мне очень нравится то что получилось правда я в восторге я обязательно буду оформлять правда не знаю пока когда мне очень нравится что здесь есть эти яркие такие вазоны с цветком ну как бы они так выделяются мне нравится вот эта тетенька с дядей и знаете что прикольно я думаю что вообще-то это виноградные листья я но я уверена что это виноградные листья и они очень классно здесь переданы потому что у винограда особенно осенью когда он уже начинает подсыхать вот появляются такие на листьях желтые пятна и вот эти коричневые такие вот видите как засохшие уже лозы ну то есть классно очень классно это передано и вообще знаете я родилась в молдове эта страна в которой много вина и его там готовят и пьют ну такая традиция да вот и она там повсюду и в моем детстве дедушка тоже делал вино я когда смотрю на этот сэмплер мне кажется что это вот такие молдаване они живут вместе и у них есть винные погреба они сами делают вино и вот все это обрамляется такими листьями у меня такая ассоциация знаете из детства и это очень приятно классный сэмплер я в восторге еще раз скажу очень мало видела отшивов точнее всего один вот и короче говоря мне очень очень он понравился с удовольствием его вышила обязательно оформлю вот и он кстати небольшой вот по сравнению с моей ладонью он совсем небольшой но немножечко вот если будете вышивать просто готовьтесь к тому что нужно немножко терпения на этот бордюр а серединка это просто кайф вышивается легко и быстро очень хорошая схема в общем все у меня просто восторг и больше добавить мне нечего давайте еще раз поближе вам покажу красота когда вышивала собаку ясно вообще вот близко смотришь и непонятно какие-то пятна и только когда отодвигаешь понимаешь что это собака я в восторге вот от этих лазонов конечно с цветами очень очень они мне нравятся немножко у меня бордюре крестики не идеальные но тут иначе никак вот такая прекрасная работа все убираю и и показываю дальше следующее что я вышла и закончил буквально на днях это был вот такой вот шепард сбуш мне достались остатки от елены воробьёвой лен тебе привет у лены тоже есть канал вы можете на нее подписаться так и называется елена воробьёва вышивка вбиваете и я думаю найдете без труда ну вот мне достались таки остатки лена вышивал очень очень экономно и поэтому мне почти всего хватило здесь у меня уже такие остатки остатков немного бисера здесь не лена клала еще тоже зеленую нитку шелковую потому что ей не хватило и белый шелк но я брала свой шелк от аверосла мне был вот и работа готова она совсем небольшая она очень легко и быстро вышивается здесь по ключу идет такой такая основа кремовая и между захотелось взять белую вот прям белоснежную у меня она не прям белоснежная но белая я взяла у меня был какой-то кусочек вот и все в дело пошло значит что я здесь заменял ну вот мне лена положила зеленый цвет шелка потому что и ей даже не хватило бисера всего мне хватило вот мне не хватило одной нитки гиацинт цвет называется ну в общем я ее тоже заменила мне не хватило буквально вот в этой шахматке дошить крестик еще кое-где я не вышивала но вот зеленый например ниткой здесь нужно вышивать смирно стичь я не стала вообще здесь много очень смирный этот весь квадратик вышивается смирно и все четыре ну я не знаю зачем в общем я не стала по моему еще вот тут вот где-то смирно короче в сердечках я вообще просто все крестиком вышла во первых потому что мне нитки бы не хватило вот и и вот это вот у меня вышитый шов белой ниткой оверосла но какой-то белый там тоже она не белоснежная у меня просто она была вот значит пуговичка тоже мне досталась от лены бусинку я покупала эту бусинку я тоже покупала то есть это у меня замена но очень милая работа к 14 февраля я хочу из нее сделать подушечку правда не знаю когда я за это возьмусь но хочется сделать такую знаете вытянутую подушечку и обрамить ее ленточкой у меня есть такая винтажная шелковая ленточка с переходами там тоже фиолетовые зеленые присутствуют мне кажется будет здорово вот напишите что вы думаете поддерживаете ли вы мой мою идею с оформлением но потому что в рамку я вряд ли ее повешу не знаю а подушечку можно доставать вот феврале она будет миленькая такая да и тактильная вот поэтому думаю что я сделаю подушечку шепард сбуш конечно я люблю это такая вкусняшка вышивальная но к сожалению он совсем недоступен ну по крайней мере для меня поэтому это у меня больше нет ни одного набора шепард сбуш ни остатков ничего то все я могу только подбором теперь что-то вышивать из этого в принципе это тоже не проблем так еще покажу что начала вот буквально вчера как я уже сказала сейчас вышиваю немного и каким-то таким серьезным работам мне не хочется подходить потому что ну нет настроения знаете вот хочется так чего-то такого простенького быстрого какого-то результата чтобы позитив быстро получить поэтому я взялась за работу сказала что меня шепард сбуш но это шепард сбуш который я вышиваю подбором вот это я уже вышивала хэллоуиновскую подушечку билыч называлась она а эта подушечка бисует у них серия есть таких подушечек и мне безумно понравилась эта идея оформления в такие классные подушки поэтому я взяла вот такую вот в работу маленькую бисует называется и к ней идут пуговицы но в этом фишка что к ней идут пуговицы от justin and button company вот я заказывала еще давно три комплекта и вот один я уже использовала на осеннюю подушечку хэллоуин и у меня осталось два вот этот и еще один бибизи называется то чтобы очень классные подушки но это чисто весна вот ведь тут яйца цветочки яйца пасхальные здесь очень милые нежные цвета я там по ключу идут цвета с ручным ручном окрашены вот эти все нитки я естественно на такую малютку не стану собирать эти цвета поэтому я вышиваю тимси и там у меня один или два цвета по ключу которые были у меня просто в наличии очень миленькая вещица я думаю будет и сейчас еще покажу ткани я купила чтобы впоследствии оформить все это дело сразу покажу вам кстати несколько покупок сразу же в этом видео вот и смотрите вот такие две ткани я взяла конкретно на эту подушечку ну просто посмотрите как здорово весна весна здесь тоже пчелка зелень мило очень будет мне кажется это прям так здорово будет смотреться внутреннюю часть получается я оформлю вот полосочку вот этой ткани но саму подушку уже вот этой вот с ромашками не будет очень здорово я в общем-то следую как бы да как по превью на превью там тоже и так именно оформлена то есть делается такая как рамочка из одной ткани основная ткань 2 только форма у меня будет отличаться от превью вот а так все ну это весеннее настроение ведь и я уже говорю душа требует весны поэтому вот такую малютку я начала я также сразу покажу взяла еще вот такие ткани это на вторую ну на следующую подушечку которая бибизи вот сразу взяла тоже такие ткани очень нравится эти подсолнухами там тоже будет пуговицы виде подсолнуха поэтому я взяла и знаете я еще заказала анжелике еще заказал на две подушечки такие же пуговицы для меня это такая отдыхалочка так следующее что я хочу показать вам это который я планирую начать а только сейчас немножечко приду в себя вот и обязательно его начну это сэмплер викториан роуз нидал артс вот такой вот элис смит 1841 год уже сто раз его показывала но смотрите все таки я пришла к выводу что я буду здесь изменять зеленые нитки сначала я подумал да зачем мне это надо потом я хорошенечко все-таки проанализировала я посмотрела отшивы по ключу этого сэмплера и все равно вот что то что то не то во первых что удивительно этот сэмплер ведь он такой формы до прямоугольный чуть вытянуты к верху а когда я видела отшивы он там прям сильно вытянуты знаете как будто вот эти цветы вот они сплющены здесь а их как будто вот так чуть вытянули и за счет этого почему-то в отшиве он как будто выглядит немножко беднее здесь да либо здесь просто такое фото я не знаю короче в чем дело но на превью у него одна форма в жизни он еще более вытянутый вверх ну ладно с этим как было уже сделать ничего нельзя такая разработка но все-таки когда посмотрела цвета не так которые идут по ключу это приблизительно вот такая гамма до цвет цвета такие елочные немножко болотные как будто бы да даже не елочные они не знаю ну да вот елка которую дома на новый год ставят обычно с короткими иголками что-то вот такое вот ну и в отшиве я все-таки засомневалась знаете я засомневалась в этих цветах хотя ведь они у меня куплены здесь надо по 4-5 мотков некоторых по 4 короче они у меня куплены вообще не представляю что я с ними буду делать и что я сделала я подобрала нитки тоже dmc здесь все dmc вышивается я подобрала нитки которые похожи на превью я если не забуду вставлю фотографии оригинального сэмплера потому что здесь на превью очень плохо видно но здесь такая у листвы вот этой зелени всей у нее более такая мятная гамма ну в смысле более голубая знаете как у голубой как голубая ель ну вот она не прям такая зеленая да а немножко она уходит в такой более голубой цвет и мне именно это понравилось в сэмплере в этом поэтому я засомневалась но все-таки надо что-то менять не то будет не то поэтому я выбрала вот такие оттенки я просто разложила все зеленые цвета которые идут по ключу и вот их заменяла да у меня может быть не идеальная замена этих ниток но тем не менее видите она чуть больше уходит в такую голубую мятную что ли гамму я думаю что вообще ну вот смотрите розы да как бы они у роз листья ну не такого они цвета не такого мне все-таки кажется что они больше вот такого цвета но не только в розах дело тут еще видите какие гвоздики но гвоздики точно не бывает у них листвы вот такого вот цвета зеленого у них прям вот такой вот он голубоватый чем короче однозначно я буду заменять вопрос лишь в том ну как бы да насколько я хорошо подобрала эти цвета вот основные это вот эти три и там еще дополнительно там просто идут листья какого-то плюща они более таким зеленым вышиваться но вот в розах вот вот это вот мне кажется самое оптимальное конечно я когда начну я еще посмотрю как это все будет смотреться возможно по дороге что-то буду менять насчет красных цветов я там тоже не уверена это вообще уже ближе к делу будет видно сэмплер очень большой я собираюсь вышивать его на 40 каунте и он все равно при этом остается огромным мне уже так интересно к нему приступить хотя бы начать и посмотреть что вообще это такое да потому что немного тоже отшивов я знаю что многих одолевают сомнения по поводу этой гаммы цветов по ключу но как видите все решаемо вопрос еще в том что мне надо заказать эти цвета потому что вот ну все это все что у меня есть на матках на этих а там надо прям очень много но я думаю это не проблема закажу но сначала попробуем то есть я сначала это все в дело пущу и посмотрю что получится вот такой небольшой план в остальные пока сэмплеры я естественно начинать не буду я заявлял много чего в планов в планах но ребята как вы видите да планы это ерунда вообще нет смысла их строить хотя мне это нравится делать я все равно буду строить планы пусть они даже не сбываются но ведь и жизнь вносит свои коррективы так сказать вот короче говоря вот такая история с этим сэмплером вот и давайте я покажу вам свои покупки небольшие прям совсем скромные во первых на новогодние праздники я ездила к маме в гости как всегда и там рядом с домом в торговом центре была небольшая ярмарка всяких рукодельных штучек вот и я там увидела мишек ребят мишек вы знаете как я их люблю вот и они прям смотрели на меня а вот я подошла просто посмотреть поинтересоваться о цене и цена знаете была очень низкая потому что я периодически этих мишек смотрю даже там на авито вот ну как бы цены обычно там переваливают за три тысячи там за две с половиной точно и то это еще низкая цена а тут было вообще ну как бы меньше двух тысяч один мишка стол но я не могла не взять ребят я не могла не взять и взяла я даже двоих вот взяла двоих потому что но они классные это ручная работа мне немножко запылился это ручная работа видите все так вот шевелится двигается у него и вот этот мишка в комбинезоне ведь у меня на кармашках грибочки нарисованы он просто милейший вот здесь лапки так прикольно сделаны с цветочками сиреневыми вот видите какой хорошенький и просто я балдею от него теперь моя коллекция мишек пополнилась они у меня все вместе в четвером их теперь четверо все вместе сидят в подносе деревянном вот и они там у меня тусуются вот такой вот прекрасный мишка и второго тоже не могла не взять он знаете он такой прям тяжелый мне тоже у него все шевелится двигается вот так вот у него шарфик здесь вязаны крючком судя по всему сердечко из бисера такое миленькое ну классный вообще такой необычный и он прям ну тяжеленький такое классный делом солнечный зоопарк это наверное тот кто шьет не знаю не взяла не визитку я ничего не взяла у этой девушки не знаю я просто была возбуждена тем что я беру этих мишек в общем я в восторге от них и вот такие ребятки классные поселились у меня дома вот потом может быть вам сниму как они там все вместе у меня тусуются следующая мали ну как маленькая она не маленькая эта покупка просто она как бы не дешевая я имею ввиду но она одна покупка маленькая значит это был заказ ниток шелковых вот таких вот на один сэмплер так нитки эти я заказывала в россии вот и заказ мне пришел от анжелинке нитка за ниткой горячий горячий шей просто привет передаю мой любимый продавец знаете я слежу за какими-то событиями да что вообще сейчас происходит с продавцами с группами закупок и так далее и каждый раз думаю как хорошо что есть вот эта группа нитка за ниткой потому что там человек который понимает вообще вот всю суть своей работы и настолько круто просто вот а все делает вот короче анжелика если вы меня смотрите я вам большое большое спасибо хочу сказать за вашу работу вот ну просто для меня это эталон того как вот человек должен работать вот и смотрите мне пришла вот такая вот схемка mary n dioper 1826 год hands across the sea sample это мой первый сэмплер ну я имею ввиду первая схема такая вот которую можно в руках держать буклет от хэнс потому что все что до этого у меня вышивалось это все в pdf а это прям вот не захотелось иметь держать в руках очень все это конечно красиво и сэмплер этот нереально красивый я не вижу чтобы вот часто вышивали но посмотрите какие цвета они здесь конечно на превью ярче ну светлее как будто высветлены это просто посмотрите на эту рамку с цветочками это нереально вообще я в таком восторге и для меня это прям весна весна это лето весна это что-то нежное такое очень милое вот этот букетик вот этот вот посмотрите здесь такие голубые какие-то колокольчики бутоны роз какая-то вот эта странная ромашка или что это такой трогательный букетик знаете просто я в восторге олени сейчас заметила короче я не могла пройти мимо этой красоты вот интересно это клубнички будем считать что это клубнички я кстати посадила клубнику в этом году из семян потому что в прошлом году я покупала саженцы и ну эти как рассаду и она вся была в тле в этом году я решила выращивать у меня взошла она представьте там уже маленькие такие клубнички подрастают вот такой вот сэмплер и на него вот были заказаны нитки посмотрите какие цвета вы просто посмотрите на эту цветовую гамму ну это же вообще это же просто праздник какой очень красивые цвета такие яркие вот видите они здесь ярче чем на превью на превью как будто высветлены и нежнее я вообще я просто в восторге я думаю что может быть в мае где-то я начну когда пасха будет я очень хочу начать этот сэмплер вот еще я заказала тоже у анжелики вот такой парчмонт 36 каунта кажется пол ярда здесь у меня захотелось мне посмотреть что это вообще такое ну честно вам сказать ткань хорошая как бы все супер вот мне захотелось вот не красить самой а купить вот что-то вот оригинальное ну честно вам сказать ничего такого сверх естественного я могу тоже так покрасить это вообще не проблема вот этот это эта ткань нужна мне на один сэмплер от жиджаар но это я пока ничего не буду разглашать вот ну или на какой-то другой пойдет пока не знаю посмотрим что тоже уже видите боюсь что-то загадываю так ну вот это вообще это просто просто обалденно я кстати не знаю какая здесь по ключу основа даже интересно что они пишут лейк сайт линон винтаж сэнд дюмм надо посмотреть ну наверно что-то такое бежеватое так и в общем эту красоту я убираю и покажу еще небольшую покупку знаете я смотрю канал анны юэс анна с большим удовольствием и я плане увидела что она красит ткань красителями от фирмы рид и мне очень нравится как она красит у нее так классно получается я прям в восторге была и она сказала что именно жидкие красители очень удобно я посмотрел у нас в леонардо продаются эти красители на там маленький выбор цветов и они в порошке а в порошке они ну бывает что оставляют пятна ну вот я крашу основу я тоже заметила что порошковые они иногда не до конца растворяются действительно может такая точка яркая иногда оставаться в общем я пошерстил интернет и нашла девушку на лайфмастер у которой я заказала краситель и рид я пока заказала только две бутылочки но я думаю мне этого на всю жизнь хватит цвет камел и талп но это цвета которые чаще всего мы красим для сэмплеров да ну то есть такие спокойные какие-то коричневатые сероватые вот и вот и вот у меня в руках две заветные бутылочки это конечно красители не бюджетные я их еще и ждала нуждалась эти не очень долго мне отправили все супер вообще продавец классный возможно буду еще заказывать посмотрим еще очень нравится там розовый кварц цвет называется такой идея должен быть очень нежный розовый цвет в большом количестве цветов и не нуждаюсь потому что в основном как видите теперь вышиваю сэмплеры и ассен для сэмплеров чаще всего такие цвета вот поэтому такое у меня было приобретение я еще не пробовала их обязательно конечно же попробую так вроде бы я ничего не забыла все вам показала устроила тут бардак в комнате вот и в принципе на этом все буду с вами прощаться не знаю на какой срок посмотрим сейчас видите видео будут выходить как получится то есть пол полный беспорядок будет скорее всего ну что поделаешь такова жизнь как говорится вот поэтому пишите мне комментарии пишите свои впечатления я буду с вами прощаться будем с вами ждать весну вышиваете с удовольствием вышивайте много и давайте уже все призывать весну все до встречи в следующих видео и всем пока так еще хочу вам показать потому что не знаю когда еще я поснимаю ближайшее время в общем хочу вам показать как расцвела моя орхидея это первое домашнее цветение вообще первое цветение орхидеи у меня первый раз в жизни у меня расцвела орхидея ребят это просто нереально красиво посмотрите какая красота я обалделяю четыре цветочка полностью раскрылись вот я надеюсь они долго долго простоят и за что орхидеи иногда цветут и по восемь месяцев здесь еще детка растет вот новый листик у нее ведь она вся была больная вообще самая больная из всех моих орхидей но она при этом такая вот плодовитая то есть она и детку растит и корни растит и причем цветет еще из точки роста второй раз ну просто здесь листик еще такая интересная да вот красота также у меня здесь почему-то решила зацвести герань но она видите как она палкой растет короче я на нее забила вот и она у меня такую палку выпустила конечно же я скоро это все 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 здесь обрежу по самые помидоры как говорится вот видите они такие палки на это нормально они тянутся к свету чем я их все по чикаю вот чтобы к весне у меня были пышненькие уже нормальные кустики и вот это конечно не дело вот так что вот такая красота у меня сейчас клубничку покажу еще так ну вот смотрите взошли мои семена клубнички некоторых уже три листика даже вот и посмотрим как у меня дело дальше пойдет они сейчас стоят под лампами естественно вот первый раз в жизни я выращиваю клубнику и семян ну посмотрим что это получится не получится все выкину но попытка не пытка вот и 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 вот